Мурманский мест для занятий спортом становится все больше и больше. Возле 11-й школы на свободной территории возводят стадион. Строительство началось еще в 2020 году. За это время успели построить ограждение и уложить покрытие на поле. В прошлом году здесь положили новое покрытие. Оно смешивает искусственную траву и резиновую крошку. Бегать по такому покрытию не только приятно, но и удобно. Строители боялись, что зиму покрытие не перенесет. Из-за резких морозов после укладки клеймок отойти. Но поле выдержало и теперь с ним уж точно ничего не случится. Вокруг стадиона оборудуют резиновые беговые дорожки. Мы делаем сначала щебеночную подушку, потом заливаем сверху бетоном. Бетон, естественно, нам нужен очень гладкий, чтобы не было никаких шероховатостей, ничего. А дальше будет клеиться резиновое покрытие, рулонное резиновое покрытие. То есть это первое в Мурманске будет. Обычно у нас крошку делают, а это будет именно в рулонах. Помимо футбольного поля и дорожек, также будут установлены тренажеры. Вокруг стадиона наладят систему освещения и поставят камеры видеонаблюдения. После постройки спортивных элементов на территории еще останется место. Одновременно принято решение, вот этот склон, который у нас есть с левой части этого стадиона, организовать из него газон, газон, заасфальтировать обязательно подъездную дорогу. Но дорога у нас в плане, а вот газончик нужно будет сделать. Обратили внимание и на внешний вид территории за пределами школы. Рядом со стадионом стоят гнилые гаражи. Управлению Ленинского округа было дано поручение разобраться с ветхими сооружениями. Вокруг школы должно быть правильное санитарное пространство, чтобы никаких не было мест притяжения для школьников, которые могут быть для них опасными. Чего бы это ни касалось. Закончить строительство и обустройство стадиона планируют уже к началу сентября. Полина Гордеева, Павел Третьяков, ТВ21+.